Планируете путешествие в Гонконг? В этом видео будет вся необходимая информация для путешественников. Как получить купон на 100 гонконгских долларов? В каком районе остановиться? Как дешево долететь? Что посмотреть? Какие приложения скачать? Каждый путешественник может получить купон на 100 гонконгских долларов. Это делается для того, чтобы поддержать туризм в городе. Начали они это делать сразу после ковида. Для того, чтобы получить купон на 100 гонконгских долларов, вам нужно обратиться в туристическое бюро Гонконга. Одно есть в Куолуне, но если вы только приехали в Гонконг, то, скорее всего, вы одно найдете в аэропорту. Оно сразу после зоны получения багажа. Вы его точно не пропустите. Вы просто должны будете предъявить свой паспорт и иметь иностранный телефон. То есть такой купон не дается резидентам Гонконга. После чего вы сканируете QR-код, вы скачиваете специальное приложение туристического бюро Гонконга и на вашем балансе будет 100 гонконгских долларов. Получить купон, либо обменять купон на что-то ценное можно, выбрав место через приложение. В приложении будет список различных баров, ресторанов, музеев. Есть акции по типу купить один, второй бесплатно. Можно оплатить вход в различные музеи. Например, на Пике Виктория есть платная смотровая площадка и вы можете воспользоваться этим купоном и пройти туда бесплатно. Либо же сходить в световой музей Art M. Туда вход также можно оплатить вот этим самым купоном. Это мелочь, но, думаю, каждому путешественнику это будет очень приятным бонусом. Если вы планируете путешествие в Гонконг и ищете готовый список, чтобы посмотреть, то я составила гайд по Гонконгу. Туда включена вся необходимая информация для путешественников, а также 70 фотомест на карте Гонконга и 30 в Макао. В гайд включены как исторические места, так и необычные парки, храмы, старые улицы, необычные фотолокации, смотровые площадки и уличное искусство. Места сопровождаются фото и необходимая информация о месте. Все локации уже указаны на карте, поэтому искать самим их не нужно. Гайд сэкономит ваши деньги, потому что 90% мест совершенно бесплатны. Скачать можно по ссылке на Boosty. Виза. В отличие от Китая в Гонконг для граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана виза на 14 дней не нужна. Однако на границе вас могут спросить цель вашей поездки, обратный билет, бронь отеля на весь период проживания и сколько у вас денег на счету. Это делается для того, чтобы убедиться, что вы действительно приехали в Гонконг по туристическому безвизовому режиму. Очень многие люди используют Гонконг как такой транзитный перевалочный пункт, потому что из Гонконга в другие азиатские страны летают бюджетные дешевые авиакомпании. Например, AirAsia, если вы летите в Малайзию, Индонезию, Таиланд либо Филиппины. Сибу-Пасифик, Филиппины. Джеджу-Эйр, Южная Корея, Jetstar Airways, Австралия либо Япония, Pitch Aviation, Япония, Scoot, Сингапур, Spring Airlines, Китай, Vanilla Air, Япония. Также у Гонконга есть своя бюджетная авиакомпания под названием Гонконг Экспресс. Сама ей летала несколько раз и очень ей довольна. Например, из Гонконга в Сингапур перелет длился 3 часа и без багажа 100 милетов составляет 100 долларов, с багажом 140 долларов. Также недавно из Москвы авиакомпании Aeroflot запустили прямые рейсы в Гонконг. Также я знаю, что очень многие люди летают в Гонконг через, например, Катар, катарскими авиалиниями. Я делала, кстати, обзор этой авиакомпании и аэропорта Доха. Также, если вы хотите, например, посмотреть Китай и вы являетесь гражданином Российской Федерации, то вы можете воспользоваться транзитным безвизовым режимом в Китай, в город Шанхай. Я об этом говорила в предыдущем видео. Если вы хотите воспользоваться транзитным безвизовым режимом в Китай, то ваш перелет тоже выглядит следующим образом. Например, Москва-Шанхай, Шанхай третья страна. И этой третьей страной может быть Гонконг, потому что у Гонконга своя визовая политика и свои правила. И на обратном пути вы также можете поехать, например, Гонконг-Пекин, Пекин-Москва. И тем самым посмотреть не только Гонконг, но и другой китайский город. Также у Гонконга есть своя перезвездочная авиакомпания под названием Катай-Пасифик, которая включена в список лучших авиакомпаний мира. Самый популярный, дешевый, надежный вид транспорта в Гонконге это, конечно же, метро. Метро в Гонконге охватывает основные районы, это остров Гонконг, Коулун и новые территории. Чтобы воспользоваться метро, можно купить билет на одну поездку, но это выйдет немножко дороже. Лучше покупать транспортную карту Octopus. Транспортную карту Octopus очень удобно ей пользоваться, потому что вы можете положить на нее деньги, а потом расплачиваться этой картой за проезд, например, в метро, в автобусах, в трамваях. Также некоторые рестораны типа Макдональдса ее принимают. Также вы можете расплачиваться в круглосуточных магазинах типа 7-11. В этих магазинах вы можете приобрести различные товары, типа напитков, какие-то снеков, можете даже какой-нибудь ужин себе купить. И это очень удобно, потому что вам не нужно брать с собой мелочь. Карту я покупала заранее на сайте Keylook. После оплаты мне сайт прислал QR-код, который я показала персоналу в аэропорту, и мне отдали ту самую карту. Пополнить карту можно на любой станции метро, либо в этих самых круглосуточных магазинах типа 7-11. Метро в Гонконге бюджетное, стоимость поездки составляет от 5 до 15 гонконгских долларов в среднем за одну поездку. Как пользоваться метро? Вы просто на входе прикладываете карту Octopus и также прикладываете ее на выходе. И с вас списывается сумма уже на выходе, в зависимости от того, сколько станций вы проехали. По одной карте может ехать только один человек, поэтому если у вас двое либо трое, нужно покупать столько карт, сколько у вас человек. Следующий вид транспорта – это автобусы. Автобусы в Гонконге также имеют очень обширную сеть маршрутов, и стоимость поездки, кстати, примерно такая же, как и на метро. Как пользоваться автобусом? Я лично никогда не знаю название, либо номера этих автобусов, я просто смотрю по гугл-картам. Я просто вбиваю свое местоположение и куда мне нужно, и потом я выбираю проезд на общественном транспорте через гугл-карты. И потом гугл-карты мне прокладывают маршрут, показывают, на какую основку мне нужно идти, на какой основке мне выходить и какой номер автобуса мне нужен. Мой любимый вид транспорта в Гонконге – это исторические двухэтажные трамваи. Они движутся только по острову Гонконг. Для того, чтобы воспользоваться трамваем, вам нужно сесть в заднюю дверь и выйти через переднюю. Оплата производится уже на выходе. Оплата фиксирована – это три гонконгских доллара. Оплатить также можно картой «Октопус», просто приложив карту на выходе. Что мне нравится в этом трамвае, то что если вы подниметесь на второй этаж, то из окон второго этажа открываются просто невероятные виды на Гонконг. И тем самым можете устроить себе такую очень бюджетную, дешевую экскурсию по острову Гонконг и насладиться видами. Очень вам рекомендую. Я подробно об этом говорила в видео про «Что посмотреть в Гонконге». Еще один вид транспорта в Гонконге – это ферри. В Гонконге очень развита сеть паромных маршрутов, которая соединяет остров Гонконг с Куруном, либо с островами Гонконга. И стоимость поездки составляет от 5 до 50 гонконгских долларов в зависимости от поездки. Оплатить можно либо купив билет в автомате на причале, либо оплатить картой «Октопус». Как добраться из аэропорта в город? Существует несколько способов, как добраться из аэропорта в центр Гонконга. Первый способ – это такси. Такси в Гонконге красного цвета, их ни с чем не спутаешь. Второй способ – это аэропорт экспресс. Это скоростная железная дорога, которая соединяет аэропорт с центром. И время в пути всего лишь 20 минут. Это, наверное, самый быстрый способ добраться из аэропорта до центра города. Купить билеты можно либо прямо в аэропорту за наличные деньги, там будут специальные кассы, есть даже автоматы. Можно положить достаточную сумму средств на карту «Октопус» и оплатить картой «Октопус». Я же покупаю всегда билеты заранее онлайн на сайте Keylook. Во-первых, потому что при покупке туда-обратно скидка. Во-вторых, у меня есть купон на 5%. И если это все суммировать, то будет приятный бонус, который меня очень сильно радует. Стоимость проезда составляет 100 гонконгских долларов до станции Коуун, либо 110 гонконгских долларов до станции Гонконг. Если вы доезжаете до станции Гонконг, то потом вы просто можете спокойно перейти от станции Гонконг до станции метро Central. Эти две станции соединяют просто переход. А потом уже на метро доехать до нужной вам станции. Следующий способ, это более бюджетный способ, это автобусы А-11 и А-21. Время в пути составляет от часа до полтора часа, но часто эти автобусы подводят до вашего отеля. Поэтому вам нужно всего лишь посмотреть, где находятся ваши отели. Может быть, даже такой способ вам будет более удобным. Язык. В Гонконге говорят на кантонском, китайском и используют традиционные китайские иероглифы. На самом деле это очень интересно, потому что я вроде как все иероглифы знаю. Я знаю их значения, знаю, как прочитать на мандарине. Однако, когда люди говорят на кантонском, я слово разобрать не могу, потому что язык совершенно другой. Более того, в Гонконге очень много эмигрантов из Китая. И, конечно же, есть очень много людей, которые прекрасно говорят на китайском, потому что они китайцы. Также есть очень много людей, которые только говорят на кантонском и зляются, когда ты с ним на китайском. Если вы говорите на английском языке, то английского в Гонконге более чем достаточно. Это не как в Китае, потому что на английском дублируют абсолютно все. Название основок в метро, название блюд в меню, объявления в метро, вот просто все. На английском говорят практически все. Самая популярная туристическая достопримечательность в Гонконге – это пик Виктории. Подняться на пик Виктории можно тремя способами. Первый способ – это пешком. Вы можете устроить себе такую приятную прогулку, такой приятный хайкинг и параллельно охлаждаться красивыми видами. Обычно там не так много людей, и это стоит бесплатно. Второй способ – это на автобусе. Опять-таки, вы можете проложить маршрут через Google карты, и это стоит довольно-таки бюджетно. Намного бюджетнее, чем использовать исторический трамвай. Ну и третий способ – это трамвай. Это самый популярный трамвай. Если вы решили воспользоваться трамваем, то вот мои советы. Во-первых, если вы поднимаетесь вверх, садитесь сзади. Если вы опускаетесь вниз, садитесь спереди, потому что у вас таким образом будет вид убывающих небоскребов. Картинка очень захватывающая. Обязательно садитесь справа, потому что именно справа вы сможете наслаждаться видами. Слева вида никакого не будет, будет только стена. И вам будут мешать чужие головы. Билет можно приобрести в кассе, но опять-таки, вам рекомендую приобретать билеты заранее на сайте Киук, потому что это экономит ваше время. И еще приходите как можно раньше, потому что после 10 людей будет очень много. Гонконг состоит из Коулуна, острова Гонконг, новых территорий и островов Гонконга. Чаще всего туристы селятся именно в районе Коулун, либо на острове Гонконг. Коулун – это центр туристической жизни Гонконга. И, на мой взгляд, это отличное место для начала знакомства с городом. Популярный район Коулуна – это, конечно же, Тимшатсуй. Здесь находится огромный выбор магазинов, ресторанов, гостиниц. Здесь находится знаменитая улица Натан Роуд. Рядом залив Виктория и аллея звезд. Это самая популярная и туристическая точка в городе. Яо Матэй. Здесь находится множество рынков и закусочных. Рядом ночной рынок Темпл Стрит. Монкулк. Район к северу от Тимшатсуй. Район с доступными ценами. Здесь также много магазинов. Знаменитый женский рынок на Тунгчой. На мой взгляд, именно Коулун – это такой аутентичный исторический квартал в Гонконге. И именно здесь невольно начинаешь вспоминать фильмы Ван Карвая. Остров Гонконг является историческим местом первоначального британского поселения. И сегодня этот район является экономическим центром города. Именно в этом районе сосредоточено огромное количество небоскребов и высоток. Чаще всего туристы селятся в Центральном районе. Этот район служит финансовым центром Гонконга. Рядом с этим районом находится станция на трамвай на пик. Козуэй Бэй. Если вы любите шоппинг, то Козуэй Бэй – это идеальное место. Этот оживленный и престижный коммерческий район с торговыми центрами, магазинами, ресторанами вам точно понравится. Если вы хотите находиться недалеко от Козуэй Бэй, но не переплачивать за проживание, то район Ван Чаи предоставит вам отличную альтернативу. Интернет. В отличие от Китая, в Гонконге работают все привычные социальные сети и нет никаких запретов. Здесь не нужен VPN и прекрасно работает Instagram, Facebook, Google, YouTube. Более того, если вы решили не покупать сим-карту, то ничего страшного, потому что в Гонконге есть бесплатный и беспарольный Wi-Fi вот просто везде. А именно на станциях метро, в торговых центрах, круглосуточных магазинах типа 7-11, которые расположены каждые 100 метров, в парках. Какие приложения скачать? В первую очередь приложение Keylook. Через это приложение можно купить входные билеты на любые активности в Гонконге, а именно музей, трамвай. Можно приобрести Гонконг Pass и сэкономить на входных билетах. Также можно приобрести билеты в Ocean Park либо в Диснейленд. Приложение само из Гонконга, поэтому можно держать все билеты в одном месте. Также часто получаются дешевле, у них часто бывают акции, скидки. Можно также использовать промокоды. Вот, например, мой промокод на скидку в 5%. Также помогает экономить время, потому что в Гонконге очереди огромные. А так вы просто пришли на нужное вам место и показали на входе QR-код. В очереди стоять не нужно. MRT Mobile – это официальное приложение гонконгского метрополитена, помогает спланировать маршрут поездки. Гонконг Диснейленд – это официальное приложение Диснейленда. Здесь есть информация, расписание места, список, какие есть рестораны. Это место вам очень пригодится, если вы планируете отправиться в Диснейленд. Гонконг Wi-Fi – это приложение поможет найти вам, где в городе есть бесплатные точки с Wi-Fi. OpenRise – это популярное приложение для поиска ресторанов с оценками и отзывами. Гонконг Hiking Trail – это официальное приложение Гонконга, которое предлагает информацию о пешеходных маршрутах в Гонконге. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях, либо найти меня в моих других социальных сетях. Если вы находитесь в процессе планирования своего путешествия в Гонконг, то ссылка на гайд с отметкой всех мест на карте есть в описании к этому видео. Также я раньше снимала довольно-таки много видео про Гонконг, и все эти видео я сохранила в полисте Гонконг.